друзья мои всем привет возьмите вот этот видос и прям сделайте репостов кучу нафиг себе там сообщение куда-нибудь я вам сейчас расскажу от а до я как это все делается и эти выходные сниму на практике то есть покажу как я это лично делаю все говорят да как так я приезжаю блин ты сидишь рядом ловишь а мы не ловим первый момент вы берете навязали те же монтажи что у меня там последний вот рыбалка универсальный монтаж был до ту же селедку тот же пелец пелец не карповый не форелевый именно пелец должен быть осетровый который тонет неважно он будет 6 миллиметровый 12 миллиметров они есть разные вот вы берете этот пелец распариваете то есть насыпали вы грубо говоря пелец вот ведерко и и сверху за ну залили его водой не в одну не обычно кипятком прям забили и примерно чтобы вот он закрылся то есть он превратится не в кашу а превратится так блин я не знаю как в пластилин если вы переборщите с водой то он превратится у вас кашу первый момент дальше вы приезжаете на водоем вы приехали на водоем для вас незнакомый водоем вы не знаете что это за водоем первое подходите к администратору вот и говорите ему там спрашиваете где последний раз там ловили осетра потому что он всегда меняет места своей дислокации то есть он может сегодня ловиться в одном месте завтра в другом послезавтра третьем на каждом водоеме есть такие места определенные вот поэтому поинтересуйтесь у админа если админ вам ничего внят внятного не скажет пойдите сходить скажите так и пройду на водоем посмотрю узнаю пойдите сходите на водоем поинтересуйтесь у рыбаков где вот если никто не сидит не ловит осетра если нам на воде штиль вы просто идете и смотрите когда начать когда роет осетр у него мелкие мелкие много-много выходит пузыриков со дна это он если же пузыри крупные не мелкие а вот средние крупные там какие-то да это уже карп то есть это не осетр и вот и ходите по водоему и смотрите где он где он находится где он стоит дальше что вы делаете то есть даже если на водоеме грязь то вы приезжаете зачастую вот рыбаков я смотрю они приезжают ой грязь а он прошел у по там допустим на этом месте стоит осетр а он приезжает да ничего я в грязь полезу нафиг оно мне надо конечном итоге он плачет что говорит я ничего не поймал правильно рыбе глубоко похеру в грязи ты сидишь в болоте с комфортом вообще по барабану то есть вы приезжаете выбираю выбираете то место где он состоит где он ходит определенные его излюбленные места вот если вам между не сказали и детьми этих мест вы не знаете не вот значит ищите я же говорю пузырьки если пузырьки не нашли то примерно хотя бы представление понимаете об этом водоеме уж не просто так туда поехали соответственно должны знать кто их дело видно дальше то есть вы забиваете кормушку насаживаете на каждый крючок там по два червячка по кусочку селедки то есть вы кусок селедки делите на три части можно на две части делить вот закидываете бывает такое что он не клюет на червя селедкой бывает он клюет только на одну селедку это кстати последнее время очень распространенный случай потому что вот эту последнюю рыбалку я ездил я не вот насаживал я червя но я не поймал ни одной рыбины с червем то есть я поймал все исключительно только на чистую селедку да еще немаловажно то что в водоеме допустим может присутствовать там карась окунь то есть соответственно он объедает вашего червя объедает обгладают вашу селедку вот и получается у вас не селедка а просто кусок рыбы которые уже без масла и вот и он не создает облако масляное то есть вот он на что идет он идет на масляное облако он идет нашу то есть он идет на запах вымывается селедкой и после этого он никуда к вам не идет соответственно когда вы сидите допустим у вас нету там час прохода до полтора часа прохода все через полтора часа вы берете там через полтора грубанул через час вы снимаете эту селедку снимаете селедку и насаживаете новую селедку Дополняете кормушку распаренным пельцем И закидываете обратно То есть даже когда вы сидите Посидели вы 15 минут Не ленитесь, не спите, сидите в кресле Берете просто Вот закинули, у вас 15 минут нет поклевки Возможно в этом месте Он не ходит Он ходит на метр ближе к вам Может быть на метр дальше к вам И постоянно смена траектории Для чего это нужно? Для того, чтобы его найти Потому что это рыба ленивая Пока ты ему под нос не кинешь Ты его не поймаешь Но бывают моменты, когда он сам вас находит То есть он примерно Как вам сказать, как форель Форель, допустим, она ходит Кольцом Сколько я наблюдал на запусках Она ходит кольцом То есть она прошла, поклевала, пошла дальше клевать То есть по всему водоему прошла И ты сидишь и ждешь, когда этот круг пройдет То же самое осетр То есть он может не клевать 2 часа Может не клевать 3 часа А может поклевать 40 минут в сутки И вы за эти 40 минут надолбите Как минимум десяток То есть такие случаи тоже были То есть он ходит, он ходит, он двигается Он не стоит на месте Вот И сидите, забивая Я же говорю, забил, посидел Не клюет Берешь там 15 минут Берешь, подматываешь Пару оборотов сделал Подмотал Опять опустил свой сигнализатор Опять сидишь ждешь Опять 15 минут нет Опять подмотал Опять нет То есть ты подматываете Насколько это возможно Да, но конечно не вплотную к берегу Если же у вас тоже ничего нет Попробуйте левей кинуть Попробуйте провей кинуть Попробуйте дальше кинуть Постоянно экспериментируйте Не сидите на одном месте Вот И не ждите, когда он к вам придет Ну да, может быть какой-нибудь там, блин А-ля тюлень придет Просто это все рассказываю из личного опыта Да, насколько, ну как бы Моим наблюдением То есть я вот приехал в Кокино На большой водоем Я приехал На малом был запуск 200 килограмм А на большой запускали Бог знает когда Я пошел на большой водоем Психанул, потому что у меня там не было Нормального места Да, то есть вот именно осетрового Вот Ну блин И так вообще мест практически не было Я ушел на другой водоем То есть я пошел на большой И то есть я приехал в 3 часа дня И я его, ребята, до 7 вечера Я его только искал То есть водоем был большой, пустой И я шел от края от слива До края дамбы Я за ним шел То есть я его буквально нашел Я же говорю, часов в 7 вечера И когда я его нашел Я начал его долбить И долбить его начал по черному То есть грубо говоря Я посидел на него Вот поймал я одного-двух Да Буквально у меня там полчаса тишина Стопы Я перед... То есть я шел слева направо То есть в правую сторону Я сделал 2 метра в сторону То есть закинул донку Перекинул Опять 2 есть Опять полчаса тишина Я еще на 2 метра И то есть я вот так вот Я не сидел, ждал, когда он бахнет круг И придет ко мне То есть я шел от слива Это до... Получается до конца До березы Я шел, наверное, там метров До 50 Наверное, точно есть И то есть я все эти 50 метров Я за ним шел Через каждые полчаса Я пересаживался Вот представляете Это сколько нервов надо То есть не бывает такого Ну, бывают моменты Когда ты попадаешь четко Допустим Когда его много, да Но его, блин, немного было Вот Но я его нашел Я его прикормил Я за ним шел То есть я его догнал Догонял, догонял То есть он от меня уходил Я пересаживался Он от меня уходил Я пересаживался И через каждый мой пересез 2-3 штуки 2-3-4 2-3-4 И вот так вот я за ним двигался В конечном итоге Я поймал 24 штуки Это только я поймал А еще приехали ко мне друзья Их там 3 человека было Вот Они приехали Один, по-моему, 4 поймал И второй, по-моему, поймал 8 И то они шли за мной То есть я пересаживался А они шли за мной То есть они забирали, можно сказать, остатки Вот И самое главное Вот посмотрите Последний видеоролик Который я отснял Именно вот момент Там, по-моему, пару моментов С прямой трансляции я вырезал Вставил видеоролик Именно там есть пару моментов Моменты именно самой поклевки То есть подходили ко мне ребята И говорили Вань, говорит, мы то же самое делаем Блин, почему ты ловишь? Мы не ловим Я говорю, не то же самое вы делаете Я не то, что там какой-то там Блин, ферзь, я не знаю Там зажратый там блогер Или еще кто-то Я ему объясняю Я говорю, не так вы делаете Да как не так? У нас все то же самое Селедка та же И купелец тот же И монтажи те же Все то же самое То есть даже поплавочка стоит Я говорю, ну не все Ну а в чем, говорит, почему не все? Я говорю, за весь вечер Вы видели хоть раз, чтобы я пошел куда-то Я говорю, ходил, бродил И то я один раз ушел В прямой трансляции У меня подписчики увидели поклевку Именно поклевку Когда я ходил Вот в этот момент Я говорю, когда вы куда-то уходите Вы ждете, говорю, часами Сидите эту поклевку Этот проход А он у вас происходит Вы его просто не видите И вы говорите, что у вас там не клюет Да, бывает такое, что их вообще нифига нету Но это никто не экспериментирует Никто за ним не бегает Когда за ним бегаешь Конкретно поставлена задача у тебя Поймать Тогда ты его ловишь А когда ты так вилохойно сидишь И, извини меня Лицом торгуешь Балаболишь со всеми Конечно, ты каждую поклевку Просто ты ее сольешь То есть тут происходит момент Когда идет натяжка Я вот именно Я же говорю, посмотрите Последний видеоролик Именно момент поклевки И именно момент подсечки Когда его нужно сечь Вот это самое главное Почему я в ролике писал Что это Что это Это именно вот тот момент Когда осетр любит внимание То есть вы эту натяжку просрали Все Вы его не поймаете Он уйдет Он поймает его сосед И когда человек ко мне подошел Говорит, почему Говорит, я вот все-таки делаю Ну как бы так же и так А те нет Я ему объясняю, почему И я ему показываю Как раз это уже стемнело Ночью было Я ему показываю Говорит, смотри на свой поплавок И у него пошел поплавок ко дну Соответственно, пока он добежал Он не успел его засечь А все почему Потому что вот даже по видеоролику Посмотрите Я сижу, у меня Две палки с одной стороны Палка с другой стороны То есть у меня все под руками То есть у меня только поклевка пошла Только малейшие там подергушки То есть сигнализатор Смотришь на сигнализатор Ты их не видишь То есть даже этот электронный Но они есть Они маленькие-маленькие Незначительные И вот это вот именно поклевка Именно поклевка Которая происходит Вот эта натяжка То есть когда он вот так вот Натягивает у вас И в этот момент Когда уже все Вы смотрите Что он уже натянуть дальше не может В этот момент вы подсекаете Вот в чем заключается Залог Хорошей рыбалки на осетра Я же говорю Возьмите это видео И себе оставьте как памятку Вот Всем желаю Не хвоста, не чешуи Поеду в пятницу На рыбалку И сделаю Не теорию Да, как сейчас Вот Постараюсь сделать вам Все на практике То есть Покажу как это происходит Что происходит Куда Почему так делать надо Почему так делать нельзя Поэтому Смотрите и наблюдайте До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok